Все равно важен в плане того, чтобы найти свою игру, нащупать нити игры и взаимодействия между партнерами. Поэтому, конечно, будет интересно за всем этим наблюдать. Ну а по заявке, да, Юра уже сказал, для сборной Камеруна это всего третий чемпионат мира. И поэтому, может быть, не смогли разобраться точно по форме. Поэтому за номера, за этим будем уже по ходу матча разбираться. В остальном стартовый свисток уже готовы дать арбитры сегодняшней встречи. Да, арбитры сегодня из Кореи, Ок Бон Ку и Сок Ли. Ну, конечно, корейские арбитры, наверное, не входят в топ арбитров. Но раз они работают на чемпионате мира, значит, уровень их соответствует. Ну что, первая атака сборной России. И Камерун выстраивается в активной обороне 5-1. И задняя линия сборной России выглядит следующим образом. Елена Михальченко левый полусредний. Карина Сабирова в середине. Сейчас вяжут нашу Антонину Скоробогаченко в линии Анастасии Ларионова по краям. Ольга Фомина, капитан команды, начинает на правом краю. Ну, а слева, предположу, что Полина Горшкова. Скоробогаченко с мячом. Михаилюченко вяжут ее. Не дают бросить по воротам. На левом фланге, да, начинает. И это уже, наверное, стала такой традицией Юлия Маркова. Юлия Маркова, да. Ну и Юра хотела сказать о том, что, наверное, для сборной России настоящей проверкой будет сложно назвать этот матч. Но при этом команда Камеруна обещает, во всяком случае, рисунок своей игры от защиты, что, пожалуй, о тех связях и наработках в атаке, о которых мы говорили, что надо их проверить. Пожалуй, в этом плане соперник очень даже подстать для этих функций. Для первого тура команда прям идеальная. Для календаря это вообще шикарная проверка. Да, и действительно, тренер сборной Камеруна говорит, что в обороне его команда играть умеет. Ну, посмотрим, пока полторы минуты Камерун отстоял, не пропустил. Вот первая атака Камеруна по нашим воротам. Бросала девятнадцатый номер Сирель Эбанга. Если она, это соответствует, конечно, протокол и номера. Да, это она, хотя номинальный левый полусредний, но играет на правом. Ну, и главная звезда, тридцать девятый номер, хотя в протоколе она под двадцать девятым. Главная звезда Коришма Эко, которая играет во Франции. И, представляете, игрок африканской сборной была чемпионкой Европы в составе сборной Франции по девушкам. Ага, заступ. Нервы? Ну, от этого точно наша команда никуда не уйдет. Любая команда, стартующая на чемпионате. А у нас, знают наши болельщики, очень много дебютов. Во-первых, внутри коллектива, внутри команды. Из игроков, которые дебютанты чемпионатов мира, по крайней мере. Ну, и самый главный, наверное, дебют тренерский. Держим кулаки за Людмилу Бодниеву. Хоть она и предвкушала, и волновалась, и, ну, конечно, таким хорошим спортивным азартом перед этой игрой. Но, конечно, здесь удачи хочется пожелать нашему наставнику. Да, ну вот, смотри, три минуты почти сыграны. Команды еще не забили. Здесь блок у нас работает. И дальше Анастасия Лагина на воротах начинает. Успела коснуться мяча. И быстрый переход на спинах атакует. Михаил Ильиченко мажет. И арбитры считают, что все по правилам. Ну, кстати, в предыдущей атаке, когда наши бросали, игрок, который поставил блок, находился в шестиметровой зоне. И арбитры этого не заметили. Это так, об уровне арбитража. Эбанга. Нет, передача на иконе проходит. Но сохраняет камерунки мяч. Нет. Ошибка. Фомина убежит. Натыкается ее рука на номер два. Понятия не имею, кто это. Потому что в протоколе такого номера нет. Ну и вот, благодаря тому, что второй номер перехватил этот мяч, убегающий Фомина и камерунки, бросили по нашим воротам. Ну, я соглашусь с жестом Карина Сабирова. Я думаю, там от болельщиков не ушел от внимания жест Карины. Да, вот здесь хорошо очень видно в углу. Просит Карину успокоиться в команду, потому что действительно излишняя поспешность и нервозность просто может для самих себя смазать впечатление на турнире. Поэтому Карина, как настоящий разыгрывающий игрок, должна еще вести, конечно, и психологические здесь линии для команды. Ну и Карина пока с этим справляется. Еще одна ошибка. Теперь уже торопится Ольга Фомина. А куда она пас сделала? Непонятно. Михаличенко еще не добежала. А Маркова была достаточно далеко. Ох, хорошая какая скидка в линию. Там Сабирова. И подбор остается за нами. Но здесь творит чудеса Изабель Бедьянг. Сама удивилась, по-моему. Вот тогда. Так, а тот мяч не был засчитан в наши ворота? Пока достаточно, да, такое сумбурное начало. Но при этом, опять-таки, читая новости, и, конечно же, пристально следя за командой, не ускользнуло от нашего внимания то, что команде все-таки предложили тренеры небольшую нагрузку, во всяком случае, по движению, по тому, как девчонки сейчас действуют в нападении. Ну и по реализации этих первых моментов видно, что чуть тяжеловато. Наверное, на первых минутах можно это списать на ту нагрузку, которую добавили тренеры. Но это все призвано к тому, чтобы в дальнейшем команда все-таки разбежалась. Пока тяжеловато, начало 5 минут прошло. Пока тяжело наша команда выглядит. Да, но при этом, смотри, в обороне уже какой? По-моему, третий перехват. То есть ногами-то с африканками успевают. Ну и еще и две минуты. Там показали 14-му номеру. Есть заявки? Да, есть. Это у нас 14-й номер. Линейный номер. Жасмин, да, Юткум. Обращали особое внимание. Высокого роста линейный. Я думаю, что, в принципе, если команда Камеруна начнет действовать, как в данном моменте через Иларионову, наконец, открывая мы счет голам на этом чемпионате и в этой игре, особое внимание, конечно, стоит ей уделить. Потому что габаритная гонболистка. Ну и может, наверное, команда Камеруна через нее сыграть передачи. Ну а пока наслаждаемся мячом, забитой Анастасией Иларионовой. Да, 1-0. Лишнего разыграли. Ну вот так, к твоим словам, возвращаясь, учитывая, что у нас все-таки проблемная зона – это центр обороны. Об этом многие говорили. Это признают и в тренерском штабе. И, по сути, у нас один линейный, да, сегодня заявлен. Это Анастасия Иларионовая. И, конечно, на Иларионову на этом чемпионате будет большая нагрузка. И поэтому тревожно за центр обороны. Учитывая, что сейчас какая габаритная девушка будет там борьбу навязывать. Ну и Фомина в своей стихии. На спинах здорово протаковали. 2-0. Фомина, как мы видим по титру, 32 года. Капитан команды. Ветеран. Иларионова спасает этот уходящий мяч. Здесь двойной сейв вновь у галкипера Камеруна, Изабель Бедьянг. Ну, прям герои делают на ровном месте. 50%? Ну, нет. У нее там еще был двойной сейв. Всего 2 сейва и засчитали. Так, похоже, мне кажется. И организаторы тоже еще не вошли в турнир. Тут, опять же, если брать по протоколам и то, что мы по статистике видим, еще не все в турнире. Ну, и атака сборной Камеруна. Вот она, кориш Маяко, бросала по воротам. Ее легко узнать по ее закрытому костюму. Ну, она играет во Франции. Не сильно много легионеров у Камерунок. В основном это африканские команды. Но все-таки есть представители и французского чемпионата. Правда, не элитного дивизиона и представители турецкого чемпионата. Ну, а у нас все представители чемпионата России. 3-1 на восьмой минуте. Ну, вроде бы разбежались. И пока как раз вот на скорости все забиваем. Позиционно еще нет ни одного гола. Ну, и здесь Анастасия Лагина не выручает. Ну, я ее не виню. Нет, нет, нет. Я хочу сказать о том, что, насколько ты, Юр, правильно сказал, что для нас, как для зрителей этой команды, хотя, конечно, была возможность посмотреть несколько игр. Самый опытный игрок в составе команды – это 29-летняя САМ. Но при этом, конечно, команда молодая. Я думаю, нашему коллективу абсолютно также еще предстоит несколько минут просто присматриваться и хотя бы понимать рисунок игры команды соперника. Потому что даже вот эти первые броски, которые достаточно неожиданные, но они такими и являются. Здесь, конечно, сложно что-то противопоставить. Пока только присматриваемся, пока понимаем, что можем показать сами. Но, конечно, реализация первых минут – это, наверное, самый большой недостаток нашей команды к восьмой минуте. А в остальном по нападению еще придется время потратить на то, чтобы понимать, что команда Камеруна нам предложит сегодня. Ну, смотри, хороший уже второй раз подряд Сабирова входит в линию, получает спокойный мяч. Да, не получается забить, но сама комбинация проходит. То есть какие-то наработки уже есть. Другое дело, как ты говоришь, присматриваются. Ну, 9 минут, а если бы это была не сборная Камеруна, ну, даже пускай это будет сборная, ну, не знаю, пусть даже Черногории, к примеру. Хотя с Черногорией мы, возможно, встретимся попозже. Да, но... При этом к Черногории-то нам присмотреться не придется, потому что... Мы ее знаем, да? Да, как раз-таки знаком, но здесь полная экзотика и на картинке, и на площадке. Ну, я к тому, что 9 минут – это все-таки многовато для разведки. Уже пора все-таки пристреляться. Ну, вот Карина Сабирова все-таки входит к 6-метровой отметке и забивает сборной России Павела 4-3. Но при этом три мяча-то пропустили. И смотри, достаточно в такое компактное время. Долго не пропускали, а теперь... Юрий, я опять по картинке. Мне так очень нравится, насколько, посмотри, форма соперников абсолютно идентична тому, какие краски на площадке. Да, желто-красная форма Камеруна как раз-таки соответствует воротам. И наши девчонки в синей форме. Кстати, это очень сложно играть с командой. Цвет формы, которая сливается с площадкой. Соглашусь. Но тогда мы вообще растворяемся в глазах африканок. Выходит Милана Таженова. Появляется вместо Карины Сабировой в розыгрыш. В остальном все те же лица Михаиличенко, Сабирова. Вот Иларионова скидывала не пойми куда. И номер 2 убегает в отрыв. И над плечом Лагина и Камерун впереди. Это вот, знаешь, напоминает сейчас матч-открытие. Сборная Аргентины и сборная Испании. Там аргентинки 30 минут на равных бодались с испанками, с хозяевами турнира. Вот. И только лишь во втором тайме провалились. Ну что, мы наконец-то выяснили, кто под номером 2 играет. В протоколе это номер 5 Жизель Нколуа. Ну, выяснили, ладно. И смотри, Людмила Бодниева берет ранний тайм-аут. Мне кажется, это же и Людмила Бодниева не совсем понимает. Ну, вот комбинация же, как мы отмечали, многие прошли, забить не смогли. Такое бессилие. Ну, все же вроде делаем нормально. Ну, Юр, я думаю, здесь тайм-аут был абсолютно слышен. И четко, мне кажется, даже к тем четким установкам, которые Людмила Бодниева успевает в перерыве дать своей команде. То есть здесь вот эти разведенные руки, ну, понятно, что, собственно, очень многие вещи получаются. Правильно ты сказал, что процент реализации, видимо, его всего 36%. Всего 36%, при том, что Камерун проатковался процентом 63, у них было меньше просков. Но при этом процент, конечно, отличается. Поэтому единственный, наверное, посыл от Людмилы Бодниевой, который в этом тайм-ауте и прозвучал, собственно, просто прийти в себя и сыграть свою игру. Да, причем из четырех мячей два мы забили в большинстве. Здорово реализовали лишнего. Ну что, очередная атака сборной России. Хорошо вошла в линию Фомина, ставила заслон. Под этот заслон атаковала Михаиличенко. Ну, я вновь мимо. Возвращаясь, Юр, к твоим словам по поводу того, что у нас один номинальный линейный заявлен в сегодняшнем матче. Есть еще у нас Загордонская, которая сегодня пока что вне заявки на матч. Но при этом, я только хотел перед началом игры сказать, но это сейчас уже отчетливо видно на площадке, что Людмила Бодниева использует подрывание других игроков в линию. И та нагрузка, которая должна вроде как быть только сосредоточена Анастасией Лареновой, старается наш наставник, наш тренер ее распределить. Ну и пока за этим тоже интересно понаблюдать. Юлия Маркова забивает по центру очередной мяч. Да, пятый гол. Ну а пока другой титр, что забила Камерунка. Ну а вот она, главная звезда сборной Камеруна. Эко. Эко, Нбуко. Линейного подключают. Эко лезет через второго защитника. Ну там смещается Иларионова, останавливает ее. Продолжается атака сборной Камеруна. Эко. Ну неожиданностью для Блока этот бросок не стал. И в итоге африканки мяч теряют. Калорийная подключозка. Набегает сборная России. На спинах пытаются протоковать. И Сабирова видела подрывание Фоминой. И понятно куда и что хотела она сделать. Но здесь завязали Таженову. Ну а до этого было еще более остроумное. У ее здесь в лицо попали. На танец Крабогаченко здесь, конечно, будет двухминутное удаление. Но и опять-таки здесь мы увидим, каким образом численное большинство использует наша команда. А до этого была атака еще более остроумная, когда выходила как раз-таки Иларионова с линии. Все внимание было отвлечено на нее. И входила Улья Черноиваненко, как раз-таки замещая ее на позиции линейного. Там единственное, конечно, сложновато было с передачей Насте Иларионовой разобраться. Но вот эти входы в линию достаточно остро... Острые выпады для защитников. Пока они по рисунку игры смотрятся хорошо. Другой вопрос, что технически, конечно, доработать еще нашей сборной все это предстоит. Юлия Маркова забивает, а я переведу. Черноиваненко это Фомина. Нет, нет, ну конечно, ты-то привыкла, ты с ней играла. Но есть любители гонбола, которые недавно стали следить за этой игрой. Так вот, Черноиваненко это Фомина. Оля, Оля, большой привет. Конечно, Оля Фомина. Большой привет ей и ее семье, которая очень пристально следит за игрой Оли. Там еще есть подрастающая племянница, которая тоже уже горит гонболом. Ну и, конечно, непосредственно здесь впитывает мастерство от нашей команды. Так что тольяттинским болельщикам, тольяттинской команде, как и всем российским болельщикам, огромный привет. Ну а Камерун показал, наверное, то, чем будет действовать в нападении. И совсем уж проще стало нам играть. Несколько блоков было уже выставлено нашей командой. Понимают, откуда будут атаки. Ну а с реализацией снова просто прям какой-то бич первого тайма. Я же хотелось бы, чтобы все это не перенеслось на тайм второй. Ну и процент реализации опять нам здесь обновился. 43 всего в отношении 60% реализации от Камеруна. Ну и вот Ольга Фомина зависает. Ну смотри на реакцию. Так могло показаться, что в тайм вратарю попало. Нет, реагировала. Ну, молодец. Отметим. Бедьянг с хорошей реакцией голкипер. Потому что Фомина здорово зависла. Посмотрела, что будет делать голкипера. Голкипер играл абсолютно по руке. Таженова, Михаиличенко. Таженова здорово здесь со Скоробогаченко они взаимодействуют. И та по центру атакует. Выводит сборную России вперед. Камерун не спеша идет в свою атаку. Смена атакующих игроков. Энга появляется на левом краю. Также появилась... Так, 33 номер. Кто это? Загадочная девушка. Это 19 номер Эбанга. Вот отдает на 33-го. Та дальше на Йоткум в линию не получается. И Маркова убегает в отрыв. И тут ее вяжут. И всего лишь 9 метров. Угрозы воротам не было. Ну и на 2 минуты Атеба не нафалило. Это, да, Летиция Атеба нарушала правила. Ну вот так потихоньку, благодаря испанским режиссерам, все неточности мы уберем. Не дают нам, да, расслабиться. Все протоколы уже тут перечерканы. Ну а у нас на левом полусреднем появляется Вероника Никитина. Людмила Бодниева ищет, да, новые способы, чтобы заиграла. И заиграла красками, в первую очередь, нападение сборной России. Ну, Никитина это скорее такой таранный игрок. Ну, возможно, нужно раздергать, дать нагрузку защитницам сборной Камеруна. Никитина может с двумя игроками на спинах. Проатаковать спокойно. Хотя комбинации-то проходят. Нужен ли такой таранный игрок именно сейчас? Ну, возможно, я говорю, именно, чтобы замучить игроков, дать нагрузку. А там уже во втором тайме и комбинационная игра пойдет. Продолжается атака сборной Камеруна. Ну вот и Лагина вступает в игру. К сожалению, с сейва вратаря статистики такой нет. Ну, может быть, потом в перерыве общую статистику нам выдадут. Таженова вновь в розыгрыше. Никитина на левом полусреднем. Ну, и Скоробогаченко пока в атаке не меняется. Гиларионова безальтернативно играет в атаке в линии. Ну, и вот то, о чем я говорил. Никитина идет смело в центр. Стягивает на себя двух защитниц. Ну, а здесь быстро разыграли свободный. И Скоробогаченко спокойно отправляет мяч в ворота сборной Камеруна. Так, и два потери не случилось у Камеруна. Мглуко. Ну, и подключают и Маджуфанг. Ну, а та благополучно мяч подарила сборной России. Здесь Маркова здорово уходит от защитницы сборной Камеруна. Екатерина Ильина сегодня на площадку еще не уходила. Наша разыгрывающая олимпийская чемпионка. Ну, и вот Скоробогаченко здорово убегает. И дальше пас на Маркова. И как она здорово ушла от опеки. Ну, и Камерун, да, действительно такие девушки достаточно мощные. Но вот мяч у них не держится. Смотри, сколько технического брака. Ну, и здесь Маркова очередной отрыв. Пора, наверное, брать тайм-аут. Да, звучит сирена. Тайм-аут берет Серж Гибаго. Тайм-аут берет. Ну что, сейчас возобновится игра, но пока у нас пауза, можно вспомнить олимпийскую чемпионку Рио, серебряную медалистку Токио. Анусень, сегодня ей 31 год исполняется, нельзя, можно было говорить или нет, но сама она объявила. Вот, универсальный игрок, наверное, где-то, может быть, можно сказать, что ее здесь не хватает, но тренерский штаб решил обновить сборную. Ну а мы просто поздравляем Анусень, долгих лет в игре, радуй болельщиков Ростов-Дона и увидимся, услышимся с ней на гандболе, безусловно. Ну и у нас Камерун в атаке, проигрывает Камерун 4 мяча, 10,5 минут еще играть в первом тайме. Ну, вроде игра наладилась, но опять лаг, лагина, здорово. Опять комбинации есть, но вот с позиционных атак мало забиваем. Забили в отрыве, забили, когда были в большинстве. Пожалуй, Юлия Маркова и Антонина Скорбогаченко – это те игроки, которые, ну, во всяком случае, подобрали ключи к тому, чтобы переиграть Изабелле Бэдьянга в воротах. Ну и вот здесь с паузы, да, эти броски, конечно же, проходят. Полина Горшкова появляется на левом углу. Ну и опять-таки, спокойно посмотрев с лавочки, да, за происходящим, уже сделав выводы, ошибок в своей атаке не допустила Полина. Это ее первый бросок и первый мяч, забитый в игре. Ну смотри, ты сказала, что сейчас Скорбогаченко и Маркова подобрали ключи. Ну и тут вот у нас вот этот созыв сборной, наверное, нет такого вот прям яркого-яркого такого лидера, кто будет во всех матчах тащить. Тут, кого ни назови, в любом матче этот человек может выстрелить. Вот сейчас, да, действительно, Скорбогаченко, Марков. В следующем, вполне возможно, Михаиличенко разыграется и станет тащить за собой команду. Ну, то есть абсолютно равная такая команда, хорошая, хороший сплав молодости и есть опыт. Поэтому я думаю, что это даже здорово, когда нет прям одного человека, которого всегда нормальная команда соперника может накрыть и без него уже игра нет. Я, Юра, абсолютно соглашусь. Я только лишь добавлю, что опять-таки, наблюдая за обновлением нашей команды, мы же следим еще за тем, как команда развивается. И если вспоминать игру сборной Швеции, там тоже ушли лидеры, но при этом раскрылись другие игроки. И насколько ярко и свежо действительно выглядела эта сборная. Помним мы матчи этой команды, и поэтому рисунки действительно могут быть разные. И тренеры разную философию пропагандировать, ну, показывать в игре, чем, собственно, интересно действительно за каждым поколением следить. Ну и у болельщиков опять-таки есть фанаты прям отрезков игры нашей сборной. Там я болел за сборную двухтысячных, а я вот больше видел сборную Рио. Это все история, и она вершится на наших глазах прямо сегодня. Скоробогаченко села отдохнуть, и вместо нее Зеленкова. Один раз уже проатаковала, не получилось. Вот вторая была попытка, но тут ее вяжут 9 метров. Ну что, заднюю линию Людмила Бодниева поменяла. По-моему, края тоже вышли. Юлия Моногарова на правый край и Полина Горшкова, которая уже отличилась. Получается, Иларионова безальтернативно у нас в атаке на позиции линейные, а так состав полностью поменялся. Зеленкова, ну, почти ушла, да, уходит она от ЭКО, и смогла еще и бросить первый мяч Зеленковой на этом чемпионате мира. Ну и наши запасные, ну как запасные, Маркова и Скоробогаченко уже отличились, да, отдыхающие. Ну а у Кати очень тяжелый, конечно, бросок. Сама рука тяжелая. Насколько позиция была, я думаю, Юр, ты согласишься, сам играешь в эту увлекательную игру. Насколько позиция уже была в плане броска такая затухающая. Но при этом, конечно, рука у Кати настолько хлестко идет вниз, я думаю, конечно, сложно было парировать. Понятно, что и уровень команды другой. Но вообще, конечно, красота гандбола вот в этих дальних бросках, чего, собственно, и желаем нашей команде показать и эту игру тоже. Ну а пока в этой расстановке их было, кстати, не очень много. Елена Михаличенко на замене, ну а здесь Юлия Моногарва пыталась ворваться в центр. Вспоминая интервью нашего наставника, Евгений Васильевич Трифилова, специалист от гандбола с большой буквы, говорил он о том, что команда Камеруна очень жестко играет. Ну и здесь, конечно, очень надо быть в этом плане внимательным, потому что жесткие контакты в игре будут точно и на протяжении обоих таймов. Ну особенно, наверное, во втором тайме, когда немножко физически подсядут камерунки. А это Никитина, пожалуйста. Бильярдный такой мяч, от двух штанг. Залетает в ворота сборной Камеруна. 13-7. Почти двукратное превосходство. Сборная России. Ну что, стартовое волнение позади. Разыгрались наши девушки. Ну и Камерун, конечно, очень много технического брака в атаке. Ну, это вот такой уровень второй команды Африки. Камерун здорово, кстати, отыграл на африканском чемпионате. Там всех разносил. По-моему, только с Нигерией были небольшие трудности в полуфинале. В один мяч команда выиграла. Ну а затем, естественно, проиграл в финале сборной Анголы. Причем там с разницей хорошей. Там в Африке сборной Анголы, наверное, никто не может противопоставить что-то. Ну вот Камерун попытался, не получилось. Ну и здесь Эко. Ну, смотрите, еще и две минуты для Зеленковой. Пока Терина Зеленкова отличилась и забитым мячом, и промахом. Ну и сейчас еще и две минуты. Для статистики, в общем, полный набор. Ну и Эко сама бросает. Забивает она восьмой мяч в наши ворота. Ну смотри, статистику чуть улучшили уже. Под 60% точных бросков у нас. Ну и сразу счет как пошел расти. Так, а с пустыми воротами мы играем? Да, судя по количеству игроков. Правда, мы шестого не видим там на краю. Ну да, пустые ворота. Сейчас прекрасно показали нам режиссеры. Обычно еще и титром, конечно, подтверждают это. Но не в этот раз. Семь метров на Милане Таженовой нарушили правила. Кто у нас пойдет бросать? Кто у нас штатный пенальтист на этом чемпионате мира? Бросит-то может, по-моему, кто угодно. Нужен тот, кто забьет. Вот. Это правильно замечание. Я хотела сказать, Юра, ну, наверное, тоже в оправдании где-то сборной Камеру, но понятно, что подготовка была разная. Вероника Никитина на пробитии 7 метров Тачна. Она улыбается. Я ее никогда не видел, когда она улыбалась в игре. Ну, вообще, девчонки отмечают, да, очень хорошую атмосферу внутри команды. И такой хороший такой адреналин и задор у команды есть. Ну, и действительно приятно. Эту лучезарную улыбку Олифа Миной видит сейчас крупным планом. Ну, конечно, у команды Камеруна немного другое настроение, но я хотела сказать о том, что эта команда, в принципе, в зал зашла тренироваться только в конце ноября. Это я про Камерун, ну и, конечно... Причем собрались-то они достаточно рано. Они там, по-моему, недели-две не могли нормально тренироваться. Ну, при этом, знаешь, мы как страшилки рассказываем деткам на тренировках о том, что, знаете, мы еще на асфальтовой площадках бывало на улице играли, когда... Вот они как раз и занимались на асфальтовой площадке. Это вроде как современный уже гангбол. Девчонки действительно команды Камеруна тренировались на асфальтовых площадках. И только в конце ноября перешли в зал, чтобы готовиться к чемпионату. Ну, практически сейчас декабрь. И практически с листа играют. Да, и сыграли контрольную игру против юношеской команды Камеруна. Правда, счет не говорит ни один протокол. Это тайм. Да, возвращаясь койку с именем, я хочу сказать, улыбайся чаще. Это так красиво. Я согласна. Да, Оля очень, конечно, критично к себе относящийся игрок. Ну, вообще, к всему происходящему. И, конечно, это легкость, которая может себе позволить. Оля сейчас, в сегодняшней встрече, ей действительно к лицу. Ну, а если возвращаться к той атаке, которая предыдущая завершилась голом Антонина Скорбогаченко, броски с дальней дистанции стали более часто появляться у нашей команды. И это действительно чуть облегчает задачу в нападении. Забило и Зеленкова. Там, правда, была борьба Вероника Никитина. И вот теперь к этим броскам с дальней дистанции добавила еще один мяч Антонина Скорбогаченко. И, соответственно, сразу легче станет линейным игрокам находить место в зоне и открываться. Так, ну что. Снова атака за три, чуть меньше уже минуты до конца первого тайма. Таженова, Иларионова. Моногарова подключается. Пас на Никитину. Вроде хотела сделать передачу в линию. Не сделала. Никитина не на своей позиции. Атаковать ей будет сложно. Да, она сохраняет мяч. Нужно, наверное, расставиться по удобным позициям своим. Но и здесь рискует Таженова. Бросает. Вроде бросок неожиданный, но не точный. Ну, конечно, сделали сегодня герои. Вот из этого человека. Изабель Бедьянг. Много она отразила бросков. Ну, там из того, что она отразила, наверное, половина просто в нее мяч прилетел. Просто бросали по корпусу. Ну, при этом, чисто по данным вратарскому, ну, очень хорошо она действительно позицию занимала. И, собственно, да, не хочется умолять ее достоинств, но при этом очень сумбурно. Повторимся уже, можно подводить итог первого тайма. Сумбурно достаточно наша команда начала. Начала свои атаки. Ну, и 10 минут понадобилось на то, чтобы найти свою игру. Ну, будем все-таки списывать это на первый матч, на стартовое какое-то волновение. Так 10 минут, конечно, это очень много. Ой-ой-ой, нет, мяч все-таки не взлетает в ворота. И здесь 2 минуты, причем арбитр в площадке замечает это нарушение, потому что арбитр за воротами говорил все нормально. И 2 минуты для Таженовой. Да, был виден контакт в лицо игрока. Там даже если нету грубой игры, сейчас очень четко за этим следят. И строго, чтобы не было серьезных травм у игроков. А вот, кстати, по поводу тоже серьезных травм. Сейчас же планируется отменить красную карточку игроку, который попадает 7 метров в вратарю в лицо. Только 2 минуты и все как? Считаешь, это нормально? Там же могут сейчас просто специально бросать в лицо. 2 минуты получил, отсидел и играешь дальше. Ну, я думаю, к этому не вернется, потому что мы же, в принципе, играли раньше без красной карточки. Но если вспоминать тот момент со сборной Франции, где Пино попало в лицо Ани Седойкина, я думаю, помню, что это момент. Но там очень сложно, конечно, трактовать, насколько было движение или не было. Столько споров было вокруг этого эпизода. Поэтому, я думаю, к этой жестокости, о которой ты говоришь, гонбалисты не вернутся. Но само правило введения его было достаточно спорным. Ну, потому что, когда в лицо прилетает, там думаешь, ну, почему его не наказывают игрока? Прилетает, ну, нужно сказать, это больно очень. Ну, ладно, пока это правило еще не действует. Сейчас сборная Камеруна дарит мяч нашим игрокам. Есть возможность на спинах протаковать. Не успевает вернуться к Камерунке в оборону. И Антонина Скоробогаченко спокойно забивает очередной мяч в ворота сборной Камеруна. Время не остановлено. И Камерун, да, не успеет перейти в атаку. Просто пытаются с центра бросить. Ну что, первый тайм у нас получился неплохим. Судя по счету, да, есть еще недоработки. Но, я думаю, со временем они уйдут. 17.10, отдыхаем, ждем второй тайм. Ну и мы возвращаемся. Большое количество игроков в игре поучаствовали, если я не ошибаюсь, все игроки, которые заявлены сегодня на матч. И точно выходили, не было только Екатерины Ильиной, но она появляется в тайме втором. Ольга Щербак, они как раз таки сразу с первого тайма и начинают в старте. Но при этом видно курс нашего тренерского штаба на то, чтобы все игроки попробовали свои силы на площадке. Ну да, когда, если не сейчас. Да, и понятно, что мы говорили уже много о том, что достаточно сумбурно наша команда. Начала игру, ну и здесь, конечно, есть объективные причины для этого. Но здесь сборная Камеруна чуть шире начинает атаку во втором тайме. Скажем так, перерыв прошел для них плодотворно. Ну и помимо тех замен, которые мы уже объявили, в воротах появляется Полина Каплина. Да, и вроде бы понимала она, как будет бросать Эко, но вот она подкрутила и на повторе, точнее не на повторе, а в конце эпизода было видно, что Полина Каплина как раз обратила внимание на хитрый бросок Эко. Почему она не смогла его отразить. Щербак появляется на правом полусреднем вместо Скоробогаченко и Зеленкова отличилась. Это отличилось Стаженова. Также в атаке Екатерина Ильина приняла участие. Да, тут смена у нас, ротация идет полным ходом. Снова перехват. Перехват и, Юра, обрати внимание, еще так хорошо в кадр попала Людмила Бодниева и Анастасия Ларионова и Люда, конечно, Людмила, понимая, что нужно защищать силы, конечно, нашего номинального линейного игрока, который заявлен единственным, беречь надо. И вот предыдущая комбинация с входом двух центральных игроков, вот сейчас она повторяется, Карина Сабирова и Екатерина Ильина в линии, образуют связку двух линейных игроков. И раз за разом, с одной стороны сейчас слева полусреднего, а теперь уже справа полусреднего, находят проскочки игроки задней линии. Мы видим новые схемы в игре сборной России. Да, причем Ильина остается в задней линии, а Сабирова полноценно играет сейчас линейно. Вот она бежит и занимает место линейным. Но до этого, правда, не дойдет, потому что Моногарова спокойно отправляет очередной мяч в ворота сборной Камеруна. 20-11. Ну что, пошло дело. Скучали мы, Юр. Вот очень скучали по этим быстрым отрывам Юли Моногаровой. Они действительно украшают игру сборной России. И вот этот первый отрыв в исполнении нашего правого крайнего игрока. Ну и даже по движению Юли, знаем мы, насколько скоростной игрок. Мы в первом тайме говорили о том, что немного нагрузки позволили себе тренеры нашей команды дать гонболисткам. Ну и понимая, что все это пригодится в дальнейших матчах. По движению Юли, как она уходила в отрыв, все-таки чуть тяжеловато пока выглядит. Но объективные причины этому мы знаем. Да, и к тому же Людмила Бодниева отмечала то, что команда у нас молодая и физической именно силы не хватает. Поэтому и дали немножко нагрузку. Ну, посмотрим, как на пик выйдут наши гонболистки. К какой стадии. Здесь все-таки на первой стадии предварительный раунд групповой. Тут, я думаю, многие команды из числа топ позволят себе немножко так играть и под нагрузками в том числе, играть не в полную силу, потому что соперники, мягко говоря, почти во всех группах есть проходные. А, кстати, задача, знаешь, какая в сборной Камеруна стоит на этот чемпионат? Да, я знаю, подняться на две ступеньки выше того. Нет, завоевать кубок президента. А, ну... Да, это какое? 17-е, по-моему, место. Ну, все равно... Нет, это задача. Понятно, что сравниваться с топ-командами сложновато. Но, на самом деле, объективно правильно ставить те задачи, которые команда достичь может. При этом в последний раз заняла команда... Ну, они там в двадцатке были. В двадцатке место, да. И тренер обозначал задачу для команды подняться выше на несколько ступеней. Ну, и в этом плане тоже симпатично будет за командой Камеруна понаблюдать. Но те моменты говорили мы о том, что скучаем по этим фланговым проходам. Юлия Монагаров два мяча подряд забивает. Юлия просит арбитр вернуть мяч, чтобы Полин Каплина разыграла его из зоны. Ну что, плюс 10. Наконец-то. Красивые цифры у нас на табло. 22-12. Елена ведет эту атаку. Елена в розыгрыше. Вернулась, кстати, Скоробогаченко. Да, по-моему, Антонина находилась на месте правого полусреднего. То есть Щербак недолго поиграла. А вот сейчас Щербак защищается. Оля хороший очень защитник. Цепкий. Если находит свою игру, то здесь, конечно, может она сыграть и 5-1. Но вот вместе с Полиной Горшковой достаточно два агрессивных защитника. И вот эта расстановка как раз-таки в хорошем свете, скажем так, их игру может показать. Сейчас мы видим, насколько синхронно. И с подстраховкой друг друга действуют гонболистки. Полина Горшкова там в центре останавливает выходящих игроков. Ну и здесь. Тут Щербак смогла остановить Эко, но не она нарушала правила. По-моему, там Моногарова в зону вошла. И получается защита в площади ворот. Да, так и есть. 7 метров. Поэтому Щербак и удивилась, почему назначается пенальти. И Эко мажет. Мяч достается сборной России. Ну, в том, что попадает игрок 7 метров в штангу, все равно есть заслуга вратаря. Правильно, выбранная позиция. Да, я абсолютно соглашусь. Пусть и сейф. А, ну вот нам показывают эффективность голкиперов. 35% у наших вратарей и 21% у вратарей сборной Камерона. Там, по-моему, замена произошла в воротах сборной Камерона. Кто появился, мы не видим, потому что номер сливается. Таженова. Здорово, как Моногарова вошла красиво в линию. И за ней никто не поспевает в желтых футболках. До этого тоже подключение от Юлии Моногаровой было очень хорошее. Но там видели вы смазанную немножко передачу. Но Юль доиграла ту комбинацию, которая была запрошена тренерским штабом. Я думаю, в перерыве как раз-таки точно на это обратили внимание. И раз за разом, Юр, видно, насколько эти подключения помогают нашей сборной добыть голы. Действительно, оголяют они очень хорошо зону. Но это быстрый отрыв в исполнении Полины Горшковой. Полина, ее процент реализации сегодня 100%. Из своих попыток ни одной она. Нет, ну, говорит нам статистика, что все-таки был промах. Ну, да ладно. Эх, один не считает. Да, вот, и нам как раз показывают. Три-четырех. Да, хорошие броски. А вот здесь Ольга Щербак снова на Полину доигрывает. Здесь двухминутное удаление. Я думаю, должны показать арбитры. Потому что в область шеи играл защитник. Да, удаление следует. Ну, и Томаш Глават и Людмила Бадниева показывают, кому пенальти. Бросать, по-моему, да? Сейчас посмотрим. Вероника Никитина уже бросала сегодня 7-метровый. То сейчас Милана Таженова. Она, кстати, просилась ей в первый раз бросить. Ну, вот. Сейчас первый раз ей дали во втором тайме бросить. И она забивает. Ольга Фомина. Я думаю, спокойно отдохнет. Ну, если не до конца матча, то еще минут 10 посидит спокойно. Возможно, что по 15 минут в каждом тайме они с Моногаровой будут играть. Эко против нее Полина Горшкова. Да, перестроились мы на 5-1 во втором тайме. Было это эпизодами и в первом. Варьирует защиту наша сборная. Ищет лучшие сочетания. Ну, и, по-моему, 5-1 против сборной Камеруна чуть лучше работает. Моногарова. Ой, какая красота. Но Полина Горшкова не ожидала этой воздушки. Не так обычно воздушки завершаются. Но все равно красиво. Все равно отметим странную передачу Моногаровой. И Полина Горшкова не растерялась. Хотя уже возвращалась она к своим воротам. Но мяч этот выловила и забила. Очень классный момент. И, я думаю, улыбка Людмилы Бодниевой. И как раз таки, я просто представляю, какой это кайф. Сама работая с детьми на площадке, когда запрашиваешь что-то исполнить. Твоя это только мысль. А реализация ее на площадке зависит от игроков. И когда все это сходится воедино, конечно, предоставляет очень приятные эмоции именно тренеру. Но, я думаю, с этим была связана улыбка Людмилы Бодниевой. Ну, и здесь Карина Сабирова подключается в линии. Увидели мы ее во втором тайме большое количество времени именно в линии. Ну, и здесь находит ее передача Екатерина Ильина. Счет во втором тайме 6-2, между прочим. То есть мы за 10 минут пропустили два мяча. Это неплохо. Ну, и вот вспоминал я матч открытия Аргентина-Испания, а точнее Испания-Аргентина. И вот там во втором тайме Аргентина забила всего 3 мяча, хотя в первом забила 10. Ну, и вот пока нечто похожее у нас. Ну, правда, скорее всего Камерун побольше забьет. Ну, что, Валерия Кирдяшева не успела выйти и сразу же отправляется на 2 минуты. Очень талантливый игрок Валерия Кирдяшева. Разыгрывающий, очень грамотный. Но чего ей не хватает, это стабильность. Ну, это нормально для молодого игрока. Я хотела сказать после этого момента с удалением, уверена, что Валерия сейчас сама на свои действия разозлится. Потому что по-хорошему, по-спортивному злой игрок. Я помню интервью. Даже очень злой. Ирина Близнова, капитан нашей олимпийской, золотой олимпийской сборной России. И говорила она о том, что в каких-то моментах Ира потренировалась с Валерией Кирдяшевой еще вместе на площадке. Когда Ира заканчивала свою карьеру в Тольяттинской Ладе. И говорила о том, что по характеру, по тому, как решение принимает на площадке, очень напоминает саму Иру. И, конечно, в этом плане, в спортивном плане комплименты говорила она Валерии Кирдяшевой. Ну, а здесь Ольга Щербак попадает в лицо. Как раз-таки, Иру, возвращаясь к тому моменту, двигающемуся игроку, голкиперу. Да, но тут подталкивали Щербак, поэтому и прицел сбился. Она уже, ну, просто выбрасывала в сторону ворот, там, прицельном броске не может быть речи. Ну, вот в этом и сложность вот этого правила. Юрта заговорила об этом в первом тайме. Там же именно 7-метровый. Нет, я поняла, да, но я просто имею в виду здесь все. Здесь, ну, здесь игровой эпизод. Здесь даже, вот, мне бы так прилетело. Ну, я все понимаю, да. Игрок, если извинился, все. Разошлись игровой эпизод. А вот именно 7-метровый, ну, для меня, если честно, это болезненный момент. Для меня, как для вратаря, я, ну, да. Ну, все нормально. Здесь Ольга Щербак действительно все правильно по-спортивному подошла. Извинилась игра. Возобновляется 28-12. И действительно этот счет больше похож на расстановку сил играющих команд. У-у-у. Хороший. Да, хороший. Хотя тяжелый, наверное, прыжок был. 19 номер, да, была. Сириале Банга. Банга, точнее. Ну, смотри. Прыгает не очень высоко, но хороший бросок. Рукой дорабатывает прям резкий такой хлесткий бросок. Да, но ей этого хватило, потому что без мяча движение хорошее сделало. Там защитники не успевали выйти. И поэтому хватило ей невысокого прыжка, чтобы реализовать этот момент. Но мы видим... Таженова. Да, новой комбинацией для нашей команды. И Карин Сабирова снова в линии. Смогла там защитников внимание отвлечь. И центральная зона была 1 на 1 открыта для Милана Таженовой. Но это точно войдет в подборку сейвов спасений на этом чемпионате. Полина Каплина, находясь спиной к играющему, к атакующему игроку, отбивает этот мяч. Сама дарит себе хорошее настроение. И нам тоже. Кирдяшева, Ильина и Щербак. ЦСКА и Тольятти, да, у нас в задней линии. Карин Сабирова. Не на своей позиции. Дает отдохнуть Иларионовой. И с позиции линейной забивает 29-й мяч. Ошибка сборной Камеруна. Но остается Камерун в атаке. Так, уже на ровном месте. У них мячи падают. Ой-ой-ой. Да, это вратарский гол. Я думаю, сейчас если покажут реакцию Полины Каплиной, то она понимала, что это... Она должна была этот мяч отражать. Ильина. Ильина пока на бросок не идет. Она бросала сегодня. Выпало из внимания. У Ильины хороший бросок, но пока мы его не видим. Ну, здесь правильно все Катя делала. Не стала обострять каких-то острых выходов делать наиграющего игрока, бьющего игрока, чтобы не получить удаление. Но мы продолжаем наблюдать за тем, как бережет Людмила Боднеева силой. Анастасия Иларионовой, да. Ну, и мы говорили о том, что этот момент будет долго смаковаться операторами. Лучший с их дня. Классный момент. Полина спиной чувствует момент, оставила руку. Умничка. Ну, а мы продолжаем, возвращаясь я к тому, что наблюдать, как Карин Сабирова играет в линии. Юр, ну, я говорила о том, что Валерия Кирдяшева свою ошибку, скажем так, неисправленно не оставит. И классный такой скользящий бросок. Неожиданным он был для защитников. Ну, и, помимо прочего, неудобный момент, где этот мяч блокировать. Здесь только в руку можно выйти и остановить игрока, который задумал такой бросок. Да, красота от Кирдяшева. Ее первый гол на этом чемпионате мира. Ну, и тренер сборной Камеруна тоже, думаю, уже все понимает. У него, наверное, сейчас другие задачи. Ну, не знаю, стоит ли задача с меньшей разницей проиграть. Ну, он сейчас будет, я думаю, наигрывать и на следующие матчи какие-то вещи. Кирдяшева в розыгрыше поменялись. Они с Ельиной. Не знаю, по эпизоду или нет. Да, это в воротах Ануку. 12-й номер. Вышла она во втором тайме. Получила по лицу. Сделала парочку неплохих сейвов. Ну, а это Щербак. Вот и Щербак отличается. Первый ее гол тоже в сегодняшнем матче. Ну, и преимущество растет и растет у сборной России. 12-5. Счет второго тайма. Играть еще 15 с половиной минут. В принципе, норму первого тайма сборная России должна перевыполнить. 17 мячей забила в сборной России в первом тайме. Сейчас уже 12. Так что, я думаю, под 20 мячей, ну, по такому темпу сборная России должна забить. На втором тайме. Моногарова убегает в отрыв. Ну, тут Юлю Моногарову сложно остановить. В своей стихии она. Четвертый мяч. Юли Моногаровой. Игрок Ростов-Дона. Камерун. В атаке. Эко. Против нее. Сабирова и Щербак. Словно как коробочку закрывают перед ней. Берут в тиски. И там Эко. Ничего не остается, как остановиться. 9 метров разыграны. Продолжается атака Камеруна. Что это значит? Я вот хотела вернуться к тому, как проходит второй тайм для нашей команды. Людмила Боднеева такой по-игротски, конечно, хитрец, спрятала своих полусредних. Антонина Скоробогаченко, Елена Михаличенко в втором тайме участия не принимает. Показывает совсем другой рисунок, понимая, что команда соперники, которые готовятся к следующему матчу против нашей команды. Да, сидят с блокнотиками. Идут просматривать эту игру. Ну и в этом плане, конечно, чувствуется, что не все карты хочет раскрывать сразу в первой игре. Людмила Бодниева. Абсолютно это оправданно. Ну а пока не видели ему бросков Екатерины Ильиной. Вот он на ваших экранах. Ведь как она красиво мяч сохранила. Показала, что будет пас делать. Но увидела, что нет продолжения. Но введение этот мяч сохранила. И попала в руку вратарю. Ну и здесь ошибаются камерунки. Она и сам мажет. Хотя позиция была убойнейшей. Ну, отметим Полину Каплину. Здорово вышла вовремя из ворот. Вот раскрылась перед сам звездой. Ну и вот здесь тоже Ануку умеет играть в воротах. Ну и здесь повтор неудачной атаки сборной Камеруна. Зеленкова. Ну, сама себе ухудшила позицию, как могло показаться. Но заработала 7 метров. Усложняет немножко Кате сама себе жизнь. Которая ей в гадболе предопределена более легкая. Эти дальние броски. Я помню игры в чемпионате России Кате. Несколько сезонов назад. Когда она преподнесла невероятный сюрприз команде «Лада». Забив, могу ошибиться, 8 или 9 мячей. Все они были настолько на загляденье. Это, конечно... Ты имеешь в виду Зеленкова? Зеленкова, да. Это, конечно, игра как раз-таки по Кате. Ну и хочется, чтобы она нащупала как раз-таки вот эти моменты, где сможет с дальней дистанции атаковать. Потому что в этом случае очень грозным оружием очередным в обоими сборной России Катя представляет. Ну, игрок, как мне кажется, с большим, огромным потенциалом. Но, по-моему, не хватает ей, может быть, не знаю, где-то скорости мышления. Немножко она все-таки затормаживает игру. И очень часто упускает выгодные моменты, где бросить, где отдать пас. То ли боится принимать решения, то ли просто опыта не хватает. Уверенность. Это то, что Кате точно надо приобрести. И это приходит как раз-таки с такими турнирами. Но при этом игрок не должен решать это, знаешь, единолично. Конечно. Находы, да. Нахождение для себя позиций. Это помощь тренерского штаба неоценима. И поэтому, конечно, задача тренера в первую очередь, помимо того, что план выстроить игры, найти удобные позиции для каждого игрока. И пока видим, что по позиции правого полусреднего, ну, именно Катя Зеленкова пока их еще ищет вместе с тренерским штабом. Показали нам статистику потерь. Шесть потерь за 50 минут у сборной России и 19 потерь у сборной Камеруна. Это, конечно, катастрофически много. Но здесь Иларионова вышла. Все-таки это более привычная позиция Иларионова, чем для Сабировой. Ну и Сабирова, конечно, здорово смотрелась на позиции линейной, пока Иларионова отдыхала. Далее Иларионовой отдохнуть достаточно много. Сколько? 20 минут, да. Во втором тайме Иларионова отдыхала. Зеленкова. Ну, можно разгоняться. Впереди гектар площадки свободной. Ну, а здесь Никитина. Выгоднейшая позиция. Но с бросками тоже надо поработать. Опять же, сколько мы таких комбинаций видели, которые проходят до броска. Но вот героя из вратаря делаем на ровном месте. 10 минут еще терпеть сборной Камеруна. Ой-ой-ой, все-таки засосало его туда, как пылесосом, этот мяч. Хотя капли накоснулась мяча, среагировала. Ну, не повезло. Ничего страшного. В таком матче, пусть, лучше в таком матче не везет. В нужный момент мяч выскочит в площадку. Кирдяшева, смотри, где оказалась. Да, и я обращу внимание, еще вот та передача, Юр, помнишь ты, от справа полусреднего, от Кати Зеленковой, которая дошла, опять-таки, до входящей Вероники Никитиной в линию. Раз за разом сборная России, разные игроки разных эмплуа находят место для того, чтобы дошла до них передача. В этой шестиметровой зоне на данный момент, да, здесь оказался штатный, бросающий игрок с линии. Ну, а Людмила Боднеева, я думаю, сейчас недовольна, может быть, исключительно только реализацией бросков своей команды. Да, она в свое время такие клава один за другим. Так, ну, что у нас лучший бомбардир, кстати, Полина Горшкова, четыре мяча она забила. Что у нас еще по броскам? Эффективность бросков у нас под 70%. Солидно мы исправились. Ну, и здесь уже Илларионово исправляется. Плюс 20. Хороший второй тайм проводим. Взялся за голову. Мне кажется, другого-то и вряд ли кто-то ожидал. Ну, и видела, буквально минуту назад, Анастасия Лагина мелькнула, записывает. Вратари часто так делают, записывают. Только им ведомую, такую бухгалтерию ведут. Ну, кстати, не все это делают именно на матче. Да, очень хорошо. Оператор именно на этот момент поймал. Ну, кстати, не всегда игроки. Все-таки сейчас чаще можно увидеть, что кто-то из тренеров сидит и записывает. Но вот игроки, это больше в таких молодежных командах. Доносят информацию. Да, действительно, очень большой штаб тех, кто обеспечивает эту техническую работу. Подготавливают нарезки для команды, чтобы максимально эффективно использовать видеопросмотр. Но Анастасия Лагина стариночки работает. Ну что, тайм-аут берет Серж Гибаго. Анастасия Лагина стариночки работает. Ну что, возвращаемся мы на площадку. Тайм-аут закончен. Камерун в атаке. И здесь пока оборона справляется. 50 бросков уже совершили наши девушки. И 39 бросков у сборной Камеруна. Ну а эффективность мы уже говорили. 67% у нас и 41% у Камеруна. Ну конечно, 50... А, даже уже 54 броска, представляешь? 54 броска. Мне кажется, это очень много. Мы даже обгоняем, смотри, секундомер. 54 броска за 53 минуты. Это очень много. Ну и теперь, не забив, Камеруна защищается. Зеленкова. Ну почему не бросила, Кать? Ну, уверенность бы ощутить. Мне кажется, была возможность. Продолжается. Атака на сборной России. Кирдяшева. Никитина. Никитина на Маркову. Никитина. Кирдяшева остановилась. Маркова пойдет. Этот бросок здорово. Здорово, да. Подкручивает. Вот еще вот хотел как раз отметить у Кирдяшевой. У нее есть вот... Смотри, вот она вот была, вот почти остановилась. И вот в играх чемпионата России, за ней часто можно наблюдать, когда она останавливается и не понимает, что делать. И очень часто на этом как раз мечи-то отбираются. То есть, если сразу она не увидела решения, пока, наверное, скорости мышления, может быть, не хватает. Это тоже, наверное, с опытом приходит. Ну, еще есть такой момент, когда вот рядом с тобой, как центральный игрок, если ты располагаешься, рядом с тобой по полусредними есть игроки, которые попадают в твой темп, то это очень здорово, помогает решение принять. Конечно, в клубе это легче сделать. Да, а игроки меняются, и опять-таки ты перенастраиваешься, скажем так, уже в игре. Более быстрый игрок, более медленный игрок. И здесь, да, Валентина Кирдяшеве тоже еще предстоит прочувствовать с кем и в какую игру играть. Понятно, что игра вообще гангбол, но как распределять это время. Сейчас под Катю Зеленкову делали такой увод. Ну, вот эти броски легко даются Кате. Только хвалить их за нее, за них можно. Опять-таки установка от этого человека, у которого сегодня дебют. Людмила Боднеева была крупным планом на ваших экранах. Ну, конечно, хочется Кате пожелать, чтобы она обретала уверенность быстрее и быстрее. Потому что вот эти дальние броски, ну, действительно, очень сложно. Берутся и защитниками, и вратарем. Поэтому, Кате, удачи. Причем позиция сейчас была не самая явная. Вот в предыдущей атаке как раз лучше, как мне казалось. Ну, так вот. Из-за Станкина у нее позиция была лучше. Не рискнула, а вот усложнила позицию, забила красивый мяч. Фомина вновь вышла на площадку. Так любят шутить в футболе. Под премиально. На последние пять минут. Я, кстати, такого выражения пока не слышала. Но возвращаясь к персоне Екатерины Зеленковой, там вот выстраиваются защитницы Камеруна. Как раз таки понимаем, что очень мощный бросок у Кати, и под нее выдвигает переднего игрока. Да, это значит, что тоже изучали нашу команду и стараются по ходу встречи перестраиваться. Что, ну, вот у команд таких аутсайдеров не всегда можно, да, вот увидеть, когда они меняют рисунок сразу по ходу. Вот у Камеруна, значит, тренер грамотный. Не зря второе место в Африке команда заняла. Ну что, последние четыре с половиной минуты, исход встречи понятен. Тут, наверное, интрига для Камеруна, смогут ли они двадцатку пробить. То, что 20 мячей за тайм сборная России забьет, это уже, наверное, сомневаться не приходится. Осталось четыре минуты. Зеленкова. Ну, здесь она понимала, что без шансов на продвижение этой атаки и дала себя завязать. Девять метров. И снова в линии Карина Сабирова. Открывается очень хорошо. Ну, и опять-таки, когда ты игрок задней линии, наверное, даже проще освоиться в игре. Линейного игрока, потому что понимаешь, в какой момент стоит открываться, в какой бы ты сам ждал линейного в каком месте. Ну и Карина Сабирова, отметим ее игру в линию. Да, но навыки именно игры линейного, когда развернуться, когда пробить, все-таки этого не хватает. Ну, я согласна. Открыться, да. Но при этом сколько позиций, да? Да, да, конечно. Создали тренерский штаб и понимая, что надо разнообразить эту игру. И получилось все у Карина Сабирова. Ну, с реализацией, да, пару моментов было, в которых она действительно, Юр, на то, что ты обратила внимание, чуть-чуть не справилась. Но еще есть время, чтобы работать. Тут таскать печаль вон колотом. Я согласна, такой симпатичный персонаж, очень экстравагантно украшает сегодняшний удар. Картинка. Ну, а Людмила Бодниева просит более быстро по зонам прогнать мяч. Потому что, как мы знаем, Юр, да, мяч летит быстрее, чем двигаются гонболисты. Да, в любом виде спорта. В любом, абсолютно. Ну, а ту фразу, которую ты из футбола сюда добавил, я ее, кстати, запомню. Ольга Фомина атакует, забивает этот мяч. Ну, и более спокойно стали действовать в реализации. Хотя был отрезок, в котором мы снова забуксовали с реализацией. Все снова подправила сборная России. Ну что, под 40 мячей мы уже забили. Надо, наверное, пробить эту цифру 40. И здесь красивый сейв Полины. Ой, да, Полины Каплиной. Сборная Камеруна в атаке. Ну, кстати, во втором тайме главная звезда Камеруна не так много времени провела на площадке Кориш Маяко. В начале, по-моему, выходила и присела, недовольная, наверное, ей. Ну, я думаю, здесь больше, да, Юрта. А может, берегут. Абсолютно правильно сказал, что в этом матче уже все понятно. И смысла лидера своей команды действительно напрягать этими лишними игровыми минутами для сборной Камеруна. Конечно, сборная России та команда, с которой, понятно, что не рассчитывали на победу. Но есть еще игры, в которых Камерун поборется. И поэтому силы им еще пригодятся, как, собственно, и нашей команде. Обратим внимание, да, на то, что во втором тайме не принимали участие в игре ни Елена Михаличенко, ни Антонина Скоробогаченко. Ну, и следующая игра уже 5 декабря. Через день сборная Польши будет нам противостоять. Сегодня польки играют со сборной... А, Сербии, прошу прощения. Я все сказал, сборная Словакии. Сербии, конечно же. Ну, а с сербками сборная России будет играть уже в последнем туре. Последняя атака сборной Камерун. Да, двадцаточку Камерун не пробьет в этом матче. Сборная России здорово отыграла второй тайм, пропустив пока еще 7 мячей. Меньше, чем в первом тайме. Ну, и сборная России забила уже 21 мяч во втором тайме. Это, конечно, солидный результат. Много. Ну, и вряд ли. 18-й мяч Камерун уже успеет забить. Сборной России сейчас нужно спокойно, не спеша провести доверного атаку. Осталось 20 секунд. И на последнюю атаку вышло Кирдяшева, Зеленкова и Никитина задняя линия. Сабирова в линии. Мимо. Ну, вот. Ну, ничего страшного. Да, я, естественно, скинула руками. Юра не даст соврать. Очень хороший бросок. Хоть и дистанция очень дальняя была для Кати Зеленковой, но насколько плотный и сильный у нее бросок. Осталось, конечно, в этой игре надеяться на то, что Карина Сабирова не получила повреждений, которые не даст ей в матчах. Хотя бы даже хоть в одном принимать участие. Мы за то, чтобы чемпионат прошел без травм. Да, хотим это пожелать к футболисткам всех команд, участвующих в этом чемпионате. Ну, а если подводить итог этой игры, не будем мы опять-таки возвращаться к этому небольшому сумбуру и началу. Но мне очень понравилось во втором тайме вот эти взаимодействия, в которых очень много игроков с задней линии, подрывались угловые игроки. Вот этот рисунок, который команда...